да да уже реально сколько час 40 играют ребята так две карты тоже апрайзинге потому что мало того что их изнурительно вообще просто пытались одолеть на первой карте команда 3d gamers они играли всегда долгие раунды на деловом центре играли долгие раунды на люксе в атаке и всегда при каких-то перезаходов команда 3d gamers просит время дополнительное чтобы подождать и здесь апрайзинге уже начинает нервничать просто и эти нервы мне кажется сказываются очень сильно на их игре так что ребята успокойтесь вдохните выдохните играйте спокойно никаких проблем не произошло ничего не случилось опять один на один был или толпой пробит билл сбежал надеяться что это хайен Ну что ж, команда Апрайзинг выигрывает ножевой раунд Три карты подряд, ножи за ними И в соответствии они вновь выбирают для себя Выбирают, выбирают, да Выбирают для себя Сторону, ну Кто за кого начнет Ребят, давайте за атаку Я просто уже предполагаю, что команда 3DGamers будет играть аккуратно Но по ходу дела Апрайзинги и остаются как раз таки в атаке 3DGamers будут играть в обороне Да, возвращает хаста своему сопернику Апрайзинги в атаке Ну что ж, будем смотреть, что они приготовили своему сопернику Но я так понимаю, фаста от них нам тоже ожидать не придется Будет какая-то перестрелка по центральным кафе Будет выход на лонг Или же ребята будут пытаться быстро вломиться под позиции B-плэнта Или отыграть от опенфрага под этой позиции Если, конечно, команда 3DGamers будет принимать там в открытую Что навряд ли Ну, сейчас и узнаем Дожидаемся готовности Вакуум уже рофлит ВС может, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да не точно рофлит сейчас команда Апрайзинга Отыграли опять пауза Подождем Мы не будем нажимать Готов Пусть у них еще больше бомбанет Они еще не начали с релы? Они еще не начали Мы отыграли ножевой раунд Потом 3DGamers вышли И просто посидели немного Вообще никаких передвижений не было Не было то, что они что-то начинают там снимать Да, там, чекать инвентарь, перки и еще что-то Просто вышли, сидят вакуум такой ВС может, а? Ребят, прикалываются И они сидят и опять не жмут просто Я чувствую бомбанет у Апрайзингов сейчас Да, 3D! Отлично Отлично Шок все-таки подтянулся Нажимаем готовность И поехали Карта Металн Бойцы команды Апрайзинг начинают в атаке 3DGamers в обороне Ну что ж Решающая карта Кто выйдет победителем с поля боя Кто же у нас заберет заветные 3 очка к себе Давайте узнаем Я думаю, здесь бойцы команды 3DGamers С самого начала должны показать Какой-то нереальный прессинг на своего соперника Но я вижу здесь уже снайперский девайс в руках драйва Я так понимаю, будут играть от снайпера Есть информация по центральному кафе Там ХЗЗ пытается периодически принимать своего соперника Но чекмейт играет с префайрами И здесь у драйва могут возникнуть определенные проблемы Да, тактилайт в исполнении драйва Перед СК чекмейта пытается нам найти Но чекмейт здесь через ширмо уже Вносит немножко урона по своему сопернику Ну а основная атака пока что также на респе Простаивает и ждет тайминга под выход Ну да, действительно команду нас сегодня не балуют быстрыми раундами Но тем не менее Такие раунды тоже очень интересно смотреть Когда у тебя действительно все идет по заготовке Но первый фраг есть от Олеси под винкой Сразу еще ХЗЗ забирает на ЦК У нас чекмейта Шок попытался разменять Но оставил Радом ХЗЗ и преимущество два игрока Олеси тем временем уже выходит атаковать позиции Бплент А от страйка залетает минус Здесь же Никедрон Моментально перебревает своего соперника Шок есть минус Отличный Шок попытается еще сыграть на сейв Бплент А есть информация по вакууму Пытается перестрелять своего соперника Но патроны заканчиваются Пошел на питон и здесь же подлетает драйв Дезу Спейс остается один Пытается перестрелять Но не удается Здесь же от вакуума еще минус И это первый раунд в копелке команды Апрайзинг Смотрите, все по фрагу сделали ровненько Тимплейчик, тимплейчик на уровне у команды USG Ну и смотрим Пока что вновь снайпера направляют на центральное кафе В попытке сделать интри фраг и завладеть преимуществом Но соперник не подставляется Понимаю 3D, что все-таки на первых стадиях Всегда снайпер пытается выцелить центральное кафе И вот сейчас ХЗЗ попытался найти там размен Но нашел лишь свою смерть от лица чекмейта Ну и дальше драйв очень настойчиво Под этой позицией хочет все-таки сделать фраг И он его делает Минус по чекмейту Но вот 4 в 4 Есть смещение под двойку от Шока Вдвоем на B пленту страйк и B И никедрон с Олеси уже под семеркой Но вот Олеси уже стягивается обратно под теспаун Из этого можно сделать, что все-таки хотят делать раунд под Аплент Но будут ли ребята сейчас как-то напрягать центральное кафе или нет Давайте посмотрим Шок там периодически чекает с двойки Но тем не менее разрываться на две позиции Не совсем удобно ХАЕ полетели под Лонг Тем временем Дезеспейс готовится уже принимать своих соперников Давайте за ним посмотрим Засмочили обзор И Шок возвращается на двойку Пока что атака не идет Олеси и Вакуум очень аккуратно выходят на позиции Лонга Драйв прикрывает спину Никедрон также накаляет ситуацию Аплента Шок по-прежнему на двойке Нет абсолютно никакой инфы По стеночке Аккуратненько апрайзинги спускаются под БТР Альфы Но и Олеся Олеся уже в упоре По нему походу дело есть инфа Да, от Кит ХАЕ Дезеспейс находит размена Отлично Вот опять же В исполнении апрайзинг долгий раунд Там кстати у Дезеспейса проблема Вакуум по нему поработал очень даже хорошо Результативно Шок остается один под этой позицией Бить центральное кафе Закрывает страйк По-прежнему новинки И стяжка от апрайзинг Что же, неужели это будет выход под Б-плент Либо все-таки попытается сплитануть через центральное кафе Видит сейчас драйв у нас Шоков Под стеллажами Но слишком большой Слишком маленький зазор Но его хватает для того, чтобы поставить хедшот с ВП И дальше страйк вынужден играть клатч 1 в 3 Но тем не менее Двое игроков команды апрайзинг Находятся в рэдовом состоянии И у страйка еще имеются дуалы 60 патронов также в запасе Есть выход сейчас под аплент Тем временем драйв уже готовится устанавливать фугас Там же на подхвате вакуум Но Никедрон выходит за спину Но не успел Не успел добить своего соперника Здесь его драйв принимает в перекрестие И это второй раунд для команды апрайзинг И мы выбываем в лобби Это пауза сразу После двух проигранных раундов обороны Понимаешь, что что-то идет не так И явно ребята из команды 3D Постараются Как-то профиксить свои ошибки В этот короткий промежуток времени Но получится ли? Команда апрайзинг ничего такого толкового Сейчас не показывала Вполне то, что произошло за два раунда 3D могли на самом деле обсудить И в разговоре между раундами Сделают абсолютный дефолт И пускают снайпера по ЦК Сначала также их СССР с ним выходит В попытке дать первый минус Ну а дальше все просто идет Также от минус Очень на самом деле терпко Так играют апрайзинги Довольно медленно И причем вот неприятно для команды 3D геймерс Проблемы здесь вообще никак Не в апрайзингах И в том, что они там делают Что-то невероятные вещи какие-то Все-таки сами 3D геймерс Очень много ошибок допускают в перемещениях Очень много открываются на своего соперника И здесь просто команда апрайзинг делает Те фраги, которые они должны делать Ничего необычного на карте металл не происходит Ну 2-0 тем не менее Атака впереди И у нас продолжение этого матча Драйв попытался сразу же найти Опенфраг по центральным кафе Но четверку засмочили сейчас И информации по кассе не имеется Но он прекрасно понимает То, что где-то под двойкой Находится его соперник Там отыгрывает вновь шок Но против этого парня Вообще шутить очень и очень опасно На подхвате у него еще и чекмейт находится Но команда апрайзинг ждет Какого-то опенфрага Или какой-то информации Олеся и Никедрон пытаются выходить на семерку Би будет принимать Сразу же из-за бочек На подхвате у него страйк с плента Летят периодически прошивы На коробку Но все сидят А вот сейчас Я думал по чекмейту залетит минус Но чекмейт сделал обратное Так, ну и продолжается вроде как Наплыв под Бепленд Уже под семерку Все четыре игрока команды ИСЖ готовы заходить И здесь Би будет на очень нестандартной позиции За бочками принимается Оа-93 И первый, кто пробежит на правую сторону Тот и станет его жертвой Но это первый Как раз таки полетел Олеся А размены, причем два размена в ряд Кладут команда апрайзинг Чекмейт занимает широко По нему должна быть информация Но чекмейт здесь наказывает Своего соперника и даже двух А вот у игрока Под никнеймом Вакуум Сейчас будет непростая задача Затащить клатч раунд Есть информация по всем игрокам Ну и шок здесь зонтов работает С уа-93 Шансов не так много у Вакуума Но тем не менее Он очень много демиджа вносит по шоку И есть минус И там же еще и Дезеспейс Но Дезеспейс откидывает гранату Которую также и выйдет Вакуум Но под эту хаешку Он еще идет на аркаду Есть все-таки ответный раунд Со стороны команды 3DGamers 2-1 загорается на табло Но и сейчас один раунд Преимущество у апрайзингов Я думаю Драйв должен принимать Своего соперника в центральном кафе Моментально сейчас со своим снайперским девайсом Но ХЗЗ будет ему в этом помогать Но прекрасно понимает то что В смок ему не перестреляет своего оппонента Не сможет он найти где находится там чекмейт Периодически на двойку еще и подлетает шок Вообще центральное кафе это очень опасная точка Для команды апрайзинг Они постоянно пытаются от нее играть Но и не всегда получается находить там опенфраги Дезеспейс тем временем Отстреливает лонг Есть минус И ситуация 5 в 4 Так ну и опять же Под семерку вновь готов выходить Олеся и некий дрон А вот ХЗЗ Вакуум перед ЦК будет работать ХЗЗ кстати получила Забрать чекмейта И с семерки возможно сместятся Команда апрайзинг Сейчас разыграют опять же пода Свой долгий раунд Да кстати так и есть Смещаются Только лезь один остается Ну и Идут на прокиды Команда апрайзинг Да вакуум Пошел дым пода плент Куда конкретно он упадет сейчас Посмотрим на окна или на двери На двери падает дым Ну и попробовать Через правый прыг Разыграть раунд пода Да полетели гранаты на Х Ну и здесь два игрока С тройки и двойки Будут принимать Первый падает на двойки На тройки остается еще один Но также Моментально склеил ласты И последний Страйк Вот здесь команда USG Очень грамотно реализовывает Свой выход под апрайзинг Молодцы Но у страйка есть информация По Олесе Он прекрасно слышал Передвижение своего соперника Олеся также грамотно Отыграл за спину Остался все-таки Прикрывать своих тиммейтов Из четверки На лонг вакуум закрывается На длине ХЗЗ И Никитрон тем временем Уже свинки зачекали Своего соперника И вакуум только добивает его На лонге Это третий раунд Для команды апрайзинг В принципе три раунда в атаке Уже взяли Можно сказать Минимум свой выполнили Но это далеко еще не конец Первой половины И что смогут противопоставить 3D геймерсы Давайте смотреть Им здесь конечно надо забирать Очень много раундов Причем подряд Чтобы первая половина Для них более-менее произошла Не эпичный Но вот Олеся взрывает Никитрону на бочке Но зато Олеся забирает Еще и Дезеспейс И Би так же погибает И Аплэнд вновь У нас разрушен Как карточный домик Но у Драйва здесь Вообще не обязательно На ЦК стрелять С игроком На Бплэнту 3D геймерс Да тем более он остается 1 Ну и просто 3 в 1 Надо сыграть Разыграть установленную бомбу Ну и неужели 4 в 1 на табло мы увидим Но страйка еще есть все шансы Драйв и Олеся Рыдовые Так что если он их первыми найдет То может еще как-то побороться Против вакуума Но сейчас выйдет на Олесю Который с дуалами Уже принимает двойку И в соответствии Хелсбарта Может выйти на ноль Но пока что этого не происходит Страйк сбривает своего соперника Есть информация по вакууму Сотни на хелсбаре И вакуум в принципе Справляется самостоятельно Это четверочка для команды Апрайзинг И счет-то на табло 4-1 Так ну Я не знаю У 3D по сути паузы-то уже и нету Надо доигрывать как-то Первую половину на своих дрожжах Причем анализ должен быть Невероятной скорости Что идет не так Но и по-прежнему не могут Ничего сделать 3D в обороне Вообще ничего не могут сделать Вроде все дефолтно Из раунда в раунд делают И просто медленно отстрел И у них это получается Каждый раунд Ну и сейчас Шока откидывают на длине Он все 2 гранаты заивейдил Ну а Наплыв-то продолжается по ЦК Вот Шоку бы Выйти на аркаду Но кстати нет Все-таки его вакуум там контролит Поэтому Ошибкой будет Если Шок пойдет в аркаду Ну и перетяжка под семерку Сразу пошла Нашли фраг И просто большинство Идут реализовывать подвинку Но пока что тоже не торопится Занимать эту позицию Все-таки трое игроков Команды Апрайзинг Поймали по себе урон И сейчас Олеся попытается Играть открывающего Так сказать Под атакой Б плейнта Но там Би на зонтах Страйк в плейнту Отыгрывает Пошли хаешки Отлично Но Олеся пока что не торопится Очень аккуратно Очень аккуратно идет Да, все, есть заход подвинку Здесь же С5 Заготовили от Би Есть минус Страйк добивает все-таки Своего соперника Би, да что ты делаешь? Дабл килл в его исполнении И здесь же драйв Стает хедшот по Шоку Остается один Но и Хелсбарта Ой, как не радует Да, Сишечка там сыграла Пожалуй решающую роль При заходе на Винку Там, во-первых У каждого Овер 50% дэмэджа Было Команда Апрайзинг Ну и плюс там У А-93 Плюс Со взаимодействием с Аугом Раздают, конечно Колоссальный дэмэдж Так И страйк За выключительный хедшот Это уже 4-2 Ну Потихонечку-то вроде 3D возвращаются Но еще надо Три раунды подряд По-хорошему Забирать Да, но за эти три раунда Может произойти Просто неизвестно что Как могут Отыграть Апрайзинги Они могут удивить Своего соперника Например, вот таким выходом Под позиции Б-плейн там Моментально ребята Врываются под эту точку Есть минус от Ники Дрона Олеся его поддерживает Добивает здесь Би И остается Дезеспейс Чекмейт и Шок Втроем Против пятерых Своих оппонентов От Кит Хае Под Б-плейн Дезеспейс Пойдет через КТ-спам Но здесь Широкий Его уже будет принимать Олеся И у него могут возникнуть Огромные проблемы Слушай, ну я не знаю Вбивание 3 в 5 В теории это возможно Но как же тяжело Это будет сделать Да и плюс Олеся На Широкий Закрывать первого Дезеспейс Также погибает Но теперь есть информация По чекмейту Чекмейт пойдет Под зонтами Понятно У него выхода И другого нету Но какой хедшот Залетает по Ники Дрона И вакууму Можно было забирать Но вакуум Здесь со стрельбой Более чем Хорошо справился 5-2 Первая половина Уже за праздник Но если это будет 6-3 Либо 7-2 Ну у команды 3D Gamers Я не знаю Тогда Ну очень тяжело Все будет реализована Снайперская винтовка От игрока команды Апрайзинг Драйв Хезезе подрывает На гранате Шока Ну и какая же Минус мораль По идее должна быть Сейчас у игроков 3D Gamers Направляются на лонг Бойцы команды Апрайзинг Тем временем Дезеспейс Готовится принимать Своих соперников Под этой позицией Давайте посмотрим Как хорошо у него Это получится Забирает вакуум Но здесь же уже Олеся Но Дезеспейс Справляется и с ним Никедром пытается устранить Его тиммейта Но Дезеспейс Вылетает на хелпу И добривает По сути Сейчас Очень хороший раунд Был для команды Апрайзинг Но потом Просто Не справились Где-то со стрельбой Не согласовали Свой выход Под апплейнт Не было хелпы Какой-то определенной Дезеспейс Вообще апплейнт На себе выдержал Триплкилл оформил Красавец Парень Подтянул свою команду К более-менее Приличному счету Ну и последний раунд Также должны забирать 3D Ну хотя бы С минимальным отрывом Уйти Команде Узг На первой половине Что В принципе Команду 3D устраивает У них и шанс Точнее и шанс Других Да и больше нету И вариант Ну вот Чекмейт Сейчас забирают первого Правда разменивается Сразу драйв Но драйву надо уже Менять позицию Все-таки Перед СК Его будут контролить Возможно Попробовать Надо отстрелить Вдалину Ну а некий дрон Олеся под семеркой Да у нас Олеся засветился Уже под Б-плейнтом Но также Нашел информацию По двум своим соперникам Это Би и Страйк По-прежнему ребята Сейвят выход на Б-плейн Со своих позиций Вообще никак их не меняют Но и здесь Все-таки Перетяжка с семерки У нас имеется От Кит Хае Пойдет под позиции Аплейнта А там Дезеспейс И Шок Если что Будут играть на сейве Давайте посмотрим Как Дезеспейс справится Со своей задачей Обороны Аплейнта В этот раз Вновь отыгрывает От вещей Но тут по стеночке Проходит Олеся Хаешка Заходит очень неплохая Дезеспейс Находит минус И там же некий дрон Находится уже за беттером Драйв будет прикрывать Спину своим тиммейтом Сюда подходит и вакуум Дезеспейс справится или нет? Ну он слышит Слышит уже На иксе своего соперника Первого, второго Дезеспейс Отличные Два фрага И Драйв здесь уже вряд ли Справится Со своим соперником Ну и четвертый раунд Хотя бы Забирают Команды 3D Геймерс Ну 5-4 Так или иначе Первая половина проиграна Тем более вроде как За сильную сторону Но Есть шанс на реабилитацию На смене Тем более атака Команды 3D Геймерс Очень любят Аркадные играть И вообще атаковать Ну посмотрим Получится или нет Мне кажется Апраздинг здесь Должны уже просто доигрывать На легких На изичах Эту каточку Хотя посмотрим 3D Геймерс Могут просто За два раунда Изменить абсолютно Ход любой игры И Пул игроков Позволяет это сделать Но вот Командия праздник Знаешь Здесь главное Куда Но Краш Походу дела У команды 3D Геймерс Они Стояли на респе Долгое время Не выходили Краш Да Ну что ж Будем ждать Пятого игрока И смотреть Как команда 3D Геймерс Будет Отыгрывать В атаке Ну и в соответствии Какова будет оборона От команды Апрайзинг Но я чувствую То что сейчас Им просто Не сдобровать Опять Будет взорвана Не то чтобы Мораль Все нервы Будут взорваны У команды Апрайзинг Мне кажется Будет опять Отыгран Очень долгий раунд Со стороны команды 3D Геймерс Они взяли себе На вооружение Такую Страту Как Изнурение Они просто сидят Они просто сидят Ничего не делают Абсолютно Они занимают Свои позиции В надежде Там то что Пойдет какая то Аркада От команды Апрайзинг И так было уже Отыграно Две карты Подряд Я думал Ну ладно Там на ДЦ Возможно Да где то Они пытаются Раскачивать Там своего соперника Или еще что то Но на Люксе Опять же Атака была Точно такой же И почему то Я уверен Что металл Будет отыгран По тому же Сценарию Просто будут сидеть На войне Любые средства Я не говорю То что это плохо Я говорю То что ребята Взяли себе На вооружение Эту страту То есть до этого За ними не было Замечено Чтобы они прям Так жестко Боялись Идти куда то Не то что боялись А жестко сидели До последнего Сидели Вообще Никуда не выходя Сейчас Они вот именно Так и делают И тем самым Заставляют своего Соперника Нервничать Они неоднократно Команду Апрайзинг Заставляли Выходить На перестрелки Из-за этого И Принимали Довольно неплохо То есть они Постоянно садятся Под позиции Там допустим Лангада Вдвоем Там на семерке Вдвоем Еще один чекает Выход с центрального Кафе И постоянно Если будет аркада То здесь В большинстве Они будут принимать Одного своего соперника Двух И перебревать Но я думаю Апрайзинг Тоже должны Уже изучить Своего соперника За две эти карты И понимать То что Долгий стиль игры В атаке Это для них И не надо Вылазить лишний раз На аркаду Потому что Все эти аркады Просто Отлетают И Ничего хорошего Из этого не выходит Ну что Второй половин Вроде как Должны Сейчас начать Но вот Пока что Не жмет У нас бит Должны Да не обязаны Погоди Ну что Со счета 5-4 Продолжаем И наблюдать За второй половиной На карте Метал Между командами Апрайзинг и 3дгеймерс Но сейчас 3дгеймерсам Надо сходу Прямо брать пятерочку Чтобы сравнять счет И дальше уже идти Долбить 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 сопернику Прямо вот Злостно Злостно Надо это делать Прямо подрывать Марли Сопернику Ну такая же задача На самом деле У команды Апрайзинг стоит Ну не знаю Кажется мне Что не будет Именно какой-то Жесткой борьбы На второй половине Здесь либо Не либо А просто Кто-то задоминирует Ну прям вот Бесповоротно И причем Атака строится Вокруг длины И На первых 40 секундах Без минусов у нас Но там страйк Отыграл очень агрессивно Попытался противостоять Драйву Драйв также в ответ Не забросил Вообще ни одного Процента дамага Так сказать Не нанес Не забросил А не нанес Своему сопернику Ну и будем смотреть Как сейчас Все-таки разыграют Эту ситуацию Боицы команды 3дгеймерс Страйк выходит Опять же на лонг Пытается воевать Против драйва А вот у страйка Получается нанести Урон своему сопернику Чекмейт Отходит немного назад Есть информация Но Очень открыто Воюет драйв Вот пожалуйста Наказан Так Ну что Дальше Да Довольно терпко Опять же Атака У нас себя позиционирует Уже минута 20 Прошла от начала раунда И только один фраг И то По обороне Посмотрим Чем выход закончится И куда он пойдет Чекмейт и страйк Видимо фейк Будет под Б А основной выход Под Аплэн Страйк Да заходит Уже месяц Чекмейт Всегда ХСЗ Будет принимать Уже минус ХСЗ И Олеся Там под зонтами Но в это время И три длина Выходит Ну как бы Здесь тот или иной Фронт будет завоеван Сейчас некий дрон Нет Найти-то нашел Но перестрелять Не получилось Здесь же Би Подлетает на двойку И добивает своего соперника Это уже пятый раунд В копилке команды 3DGamers 5-5 Загорается счет на табло Ну что ж Паритеты Будут ли у нас качели Или же все-таки Это начало Доминации Так Ну что Медленно Наверное Команда 3DGamers Начинает Набирать Свои раунды Первые уже есть Будет ли второй Сразу подряд Если будет То конечно Прям буст по морали Для 3D Ну существенный Если этот раунд Они проиграют Все-таки Следующий раунд Наверное Уже будет Немножко повеселее Чуть в быстрых темпах Проводится Но Пока все так же Отстрел Семерки Острел ЦК Посмотреть Где ошибутся Их соперники Будут ли Какие-то аркады От них Но Пока все Довольно Дефолт Но вот вакуум На ЦК Правда Очень агрессивно Стреляется Там И по Дезеспейсу И по Чекмейту И по Страйку Уже немножко Попал К каждому По пульке Но В целом Ситуация По хелсбару Не критична У 3DGamers Но пока Опять же Без минусов Но все пытаются Найти минус на вакуум А в центральном кафе Очень сильно рискуют Здесь ребята Играть так в открытую Но Чекмейт Я так понимаю Уже имеет информацию По своему сопернику Попытался при фаером Еще нарейдить его Но не удалось Вакуум отходит Спокойно садится за кассу И сейчас Будет принимать Своего соперника Выход на лонг Также у нас готовится Там страйк Пытается Отстрелить Своего энеми Это драйв Но драйв отходит Все-таки От открытой перестрелки Но Уйти далеко не удалось Шок Закидывает гранату На двойку Здесь же Никедрон Принимает закрытый На лонге страйка Отличный минус И теперь вновь Ситуация по игрокам На равных А вот у Олеси проблемы Да И причем На очень хороший тайминг Выходит шок У нас там ХЗ пытается Делать минус Но Делать минус Вакуум А ХЗ погибает От прокида Би И вот Никедрон Пока что один Под бэплентом Ему да Саппорт СТК Вакуум Но вот Пошел выбивать Никедрон Вообще Не боясь Своего соперника Но вот Позиция в итоге Получилась Его не самая Выигрышная За счет чего Не получилось Сделать минус Вакуум Сразу Идет под зонты Ни в коем случае Не собирается Церемониться А там его просто Би С широкой Расстреливает 6-5 3DGamers Выходит вперед Ну что ж Молодцы Все таки Вот эта изнурительная Тактика у них работает Даже то что Они просто сидят Где-то под своими позициями Они постоянно Заставляют своего соперника Нервничать Перестрелка на двине Центральном кафе Всегда есть Со стороны команды 3DGamers Ну и далее Работают решительно Под позиции Аплента Если определяется Вектор атаки Именно в эту точку Или же под беплейнт Но здесь Олеся Принимает решение На аркаду Семерки 82% здоровья Остается Очень неплохо Нарейдил Сейчас Би 12% Оставил ему на холлсбаре Но тем не менее Команда 3DGamers Пока что не торопится Давать какие-то Ответные Прифайры Какую-то агрессию Просто сидят На теспавне И ждут Так Там очень много Демэджа по себе Заработал Би У нас Его все-таки Наверное Уже Стоит Откровать Позиционировать Как закрывающего Игрока Ну а Дезисплейс Находит Минус по драйву Ну и Под аплентом драйв Там опять Походу Очень агрессивно Выходил на перестрелку Хотя нет Погибает под БТР Но видимо В прыжке Ему и Влепили По голове Ну вот Вакуум Как раз таки Находит Размен Также По центральному Кафе Но вот сейчас Немножко должно Устаканиться Все В стане Команда Апрайзинг Страйк Также попытается Все-таки Сделать еще один Какой-то минус На длине Но пока что Здесь смог Лежит И Страйк С кемпой Не находит Ни единой цели Ну и Будет продолжать Искать Сидят Пока что У нас Бойцы команды 3DGamers Опять ждут Опять ждут Вакуум Засветился Все-таки В центральном Кафе Вновь Я думал Он уйдет Все-таки С этой позиции Не будет Уже в открытую Стреляться Но нет Засветился Есть информация По ЦК Тем временем Уже выход на лонг Также есть От страйка И чекмейт Будет периодически Хлповать Своему тиммейту Наносит уже Дамаг вакууму Выход на семерку Там Олеся играет На сейф Есть минус Также падает информация По Дезеспейсу Олеся оформляет Даблкилл Страйк Попытался пройти лонг Но 15% здоровья В руках Снайперский девайс Против штурмовика Выстоять будет Очень сложно Если какой-то фазум Он не сможет забросить То тогда будут проблемы Но от Никедрона Сейф оплэнта Минус на чекмейт Страйк Все пытается выйти на БТР Чекает центральное КП Выход на двойку Но здесь Никедрон Просто на префайре Добивает своего соперника И это шестой раунд Также со стороны команды Апрайзинг Паритет на табло Ну что Так и будет у нас Вот эта вот мельница Вот по кругу крутится То одни, то вторые Выходят в преимущество Одни сравнивают Другие догоняют Я сказал, что вроде как Не будет у нас Такого что В борьбе пройдет Вторая половина Но пока что Борьба есть Борьба есть И Дезеспейс Но здесь драйв Что-то с реакцией Немножко не то Шок в это время Забирает вакуум Уже На центральном кафе И Надо Опять как Целой команде Апрайзинг искать Размен Чтобы сыграть Четыре в четыре Иначе в пятером Просто-напросто Могут зайти Под одну позицию Либо сплетануть Вдвоем Через ик Там втроем Через длину Через беплент Так или иначе Нужен очень быстро Был размен Размен не последовал Поэтому Апрайзингом Сейчас будет очень тяжело Но здесь драйв У нас Пристально наблюдает За выходом на лонг Там Дезеспейс Играет с огнем Постоянно пытается Противостоять Своему оппоненту Со снайперским девайсом Уже неоднократно Светился у него В перекрестии Но тем не менее Драйв пока что Его прощает Страйк На батаре ждет Ну они видишь Они даже просто С ножами Периодически ждут Но выход у нас есть Все-таки на лонг Страйк вылетает С префайером Есть у него информация По снайперу Команды Апрайзинг Летит уже дамаг по драйву Драйв принимает решение Отойти все-таки за кассу И здесь же на халпе Будет Никедрон С дуалами закрываться Но здесь уход сланга От команды 3DGamers Я так понимаю Это ротация под беплент Чикмей тем временем Уже готовится выходить А он уже вышел И есть информация по ХЗЗ И он ставит Хороший хэдшот Ну а в это время-то Прессинг-то Не стихает А вот у Никедрона Проблемы большие Здесь пытаются его Нагнать 3DGamers Под длиной Откидывает хаешку И Никедрон Все-таки на ней не подорвался Но Леси находит размен Но там 3 игрока Уже все биты И Шоа кстати Разобирает Да, Леси Но уже 4 в 2 4 в 1 И Никедрон здесь Абсолютно ничего Не сделает Это 7-6 Преимущество одного раунда Для команды 3DGamers Вновь Но будет ли оно отыграно Сейчас командой Апрайзинг Или же нет Вновь будет выход на лонг От страйка Давайте посмотрим Как он сейчас Сможет противостоять своему сопернику Со снайперским девайсом Драйв Уже готовится принимать Драйв Есть выстрел И промахивается Дважды прощает Своего соперника Ну и в соответствии Сейчас Страйк прекрасно понимает То что Может дальше Дожимать своего энеми Немного нервничая Снайпер команды Апрайзинг Драйв поймал по себе Порцию дамага И отходит Немного Все-таки с открытой Позиции Никедрон у него будет В роли саппорта Выступает с двойки Но команда 3DGamers Немного пошумела На длине И вновь вернулась Под тиспаун Да, здесь страйк Вместе с чекмейтом Поймали По себе несколько пуль Остаются Очень битами Но и у USG Здесь хороший шанс На самом деле На взятие раунда Шок очень агрессивно Перед ЦК Себя позиционирует Там Его позицию Сейчас занимает чекмейт Но чекмейт С его хазбаром Лучше вообще сидеть И не вылазить Только в заключительной стадии раунда Выходить со своей команды И идти причем первым Чтобы его хотя бы разменяли Шок опять вылазит по ЦК Здесь перестрелка будет с вакуумом И нет В итоге ни к чему Она не привела Би отправляется в соло На семерку А 4 игрока 3D геймерства Прежде всего под тиспаун Вакуум садится на пиксель Центрального кафе И в этот пиксель Находит чекмейт Отлично Имеется минус Но сейчас Трое игроков команды Апрайзинг Поймали уже дамаг Би остается на семерке Тем временем Страйк выходит на лонг Все пытается добрать Там все-таки Драйва Ники Дрон Уже находится под БТР Но очень опасно Очень опасно Да я понимаю то Что драйв сейчас Не демонстрирует Мастерство Смайбера Но вот находит Минус как раз таки По страйку Все-таки поймал Своего соперника Би понимает то Что ему нужно Подтягиваться К своим тиммейтам Уходит на семерку И пойдут они С шоком Я так понимаю Выбивать аплейнт Ну вот уже две минуты С партнами Там восемь патронов У Би С партнами И здесь Ой-ой-ой Би правда здесь Рудовый остается Но это так же Раунд номер 7 Для команды ЮСЖ и 7-7 на табло Пока что продолжается У нас качели Продолжается Вот эта мельница Как Герман выразился Но и Будет ли у нас Так до дополнительных раундов Или же все-таки Обойдемся основным временем Временем Да конечно Временем Прошу прощения Дорогие друзья Ну что ж Выход на лонг А нет Не будет выхода на лонг Сразу же направляется По центральное кафе А здесь хаешка От КЗЗ Шок попытается еще Как-то противостоять Но от вакуума Есть минус Также по Дезеспейсу Очень неплохо подредили Здесь страйка И чекмейта Шок единственный Фловый игрок Команды 3DGamers От Олеси Даблкил залетает Выход на КТ Спаун Сбривает моментально Здесь Ники Дрона И Драйв уже готовится Его наказывать Поменял все-таки Свой снайперский девайс На АУК Но Шок находит Еще один минус И остался один Против троих Но на холсбаре 36% И это Крайне неудобно Ну что Олесь это Олеська Заберет Шок Это или нет Ну Шок да Здесь все-таки Под касту становится Крайне неудобно Его забирать Но Олесь просто Ждет по таймингу И все-таки Есть от него Минус Раунд номер Восемь и команды Это впервые Когда они выходят В преимуществе На второй половине И команда 3DGamers Если этот раунд Не заберет Возможно Опять Синициировать Паузу Или еще что-то И это выход Быстрый Наконец-то Дождались Просыпаемся Котятки У нас быстрый раунд По длину В исполнении 3DGamers Уже Уже пятером Кстати На этой позиции Шок забирает Первого Размен пошел От вакуума Так же залетает У нас еще и драйв Очень мало ОКП оставляет драйв Страйку И есть по нему Минус Это уже 4-2 ситуация Плохой размена Заспывается И Девяточка Ура Ура Матчпоинты Здравствуйте Ну что ж Два раунда Надо отыграть Команде 3DGamers Чтобы выйти На дополнительные Но сейчас Быстрые выходы У них Явно Не получаются Драйв Разошелся Очень неплохо В предыдущем раунде Под позициями Аплинта Нашел Триплкил Просто Никуда Не смогли уйти Команда 3DGamers Но и теперь Они играют По дефолту Свой медленный раунд Напрягается Центральное кафе Но драйв Все-таки смог найти Минус на чекмейта И ситуация Теперь для команды Апрайзинг Выигрышная По игрокам Но вот по холлсбару Можно сказать То что Это то же самое Что и у команды 3DGamers Четверо игроков Но тем не менее Один игрок С Одним процентом На холлсбаре Может раздавать Шесть пачек подряд Да Ладно От шока Есть хе-шка Минус на некий дрона И все-таки Прошел размен Так Ну Дезеспейс Пытается выйти На лонг Но все-таки Как-то не Единолично Действует игрок И пытается Постоянно Куда-то перемещаться И по цк И по длину Не понимаю Что видимо Хотят пока что Делать 3D Видимо Будут пробросы Под атлент Смоки Гранаты А вот кстати Прогрен сначала Пошел у нас На б Плент со стороны БТР Который находится Перед центральным кафем Но астрайк уже Заходит в инку А в это время Он делает еще и фраг А команда 3D Геймерс Должна сейчас Выходить под лонг Да так и есть А там битый драйв Астрайк еще и второго Забирает Ой-ой-ой-ой-ой Но это должно быть 9-8 Но вакуум Уже прекрасно понимает Что это все-таки Будет аплент И возвращается Через КТ Спам Под центральное кафе По нему информации Просто ноль Но Дезеспейс Готовится принимать Вылетаясь При фаером вакуум Отличный минус Но здесь От Дезеспейса Не уйдешь Восьмой раунд Для команды 3D Геймерс Ну что ж Допы Или все-таки Мы с вами Видим победу Команды Апрайзинг Я ставлю на допы Не хочу допы Поставлен на победу Команды Апрайзинг Но поехали Что у нас Опять да Медленный тягучий раунд В исполнении 3D Геймерс Би Чекмейт Под семеркой Олеся Кстати идет пушить Вот это Вот это Вот это Не знаю В принципе Решение было Вообще Нестандартное И здесь Олеся упрекнуть Наверное нельзя Очень смело Он действовал Да не получилось Но очень Хорошее решение Было очень смело Очень хорошее Поэтому Мог удивлять И почти это сделал Но тем не менее Забросил дамага Там поби немного И теперь Команде Апрайзинг Будет немного Полегче Все-таки разбираться Хотя бы с одним Игроком команды 3D Геймерс Но 3D Геймерсы Сидят 3D Геймерсы Сидят До последнего Вновь такой же Аккуратный раунд В их исполнении Минуту уже выждали Я так понимаю Еще мы секунд 30 С вами посидим И после этого Пойдет Атака Ждут какую-то Аркаду Вновь со стороны Команды Апрайзинг Но Апрайзинги Уже потеряли Одного из своих игроков И я думаю Дважды на одни и те же Грабли наступать Не будут Откейт хае На зонты Центрального кафе Но тут еще и Никедрон С дуалами Садится на прием Б плейнта Так что пока что У Апрайзингов Не так все и плохо Но вакууму Надо ЦК держать Конечно Здесь как бетонную стену Потому что Скорее всего Сплит будет у нас Да полетят прокиды Это в раунд Под Б И там как раз таки Никедрон Вместе с ХЗЗ Посмотрим что из этого получится Ну и Никедрон Будет в упоре Принимать ХЗЗ Две пачки лепят Чекмейт Так же получает Еще хаешку Под ноги У него остается 29 хп Он тоже погибает Но в это время Будут выходить Под аплэнд Игроки команды 3DGamers Шок Первый на аркаде Здесь битрайв По нему дает Уже демыш Вакуум его забирает И это Деза Спейс Один в четыре Уже один в три Но четыре процента Хелфгара Остается Это победа Команды USG За счетом 10-8 Молодцы Молодцы Дожали все-таки Своего соперника До определенного момента Были какие-то качели Но тем не менее Команда Апрайзинг Смогла забрать Эту инициативу Своего соперника В Этой карте Ну и выйти отсюда Победителями Ну что Кто там по ставкам Герман Так 10-8 На Апрайзинг Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так На ютубе На ютубе Роман Бабаян Роман Напиши мне вконтакте Герман Громов И также приложи скрин Своей учетной записи Без скрина не дам 10-8 Усг На платформе Вконтакте Аня Мэйер Также пиши мне в личные сообщения В этом код Дорогие друзья Ну а мы быстренько Выходим на Буквально Однотрековую Музыкальную паузу И врываемся на матч 5-star Против Плейнг Не скучайте Музыкальную паузу Музыкальную паузу